Возьмите иго моё на себя Ибо я кроток и смирен сердцем Я уже говорил, что я смотрел одну конференцию молодёжную Это была прекрасная, хорошая молодёжная конференция Это происходило здесь, в Америке И тема конференции была взята из этого текста евангельского Только вот молодёжь, ну понятно, живя в Америке, плохо зная русский язык Они проявили такое усердие И вот в этом слове, там где никогда не было «ё» Они поставили «ё» это большими буквами написали на стену Ибо я кроток и получилось смирен сердцем Написали большими буквами и повесили на стену Кто-то скажет, подумаешь, там одна буква Знаете, в той церкви, откуда я выехал, был у нас один брат И вот он, один текст из Священного Писания Евангелие Матфея, 5 глава, 48 стих Там написано так «И так будьте совершенны, как совершен Отец ваш Небесный» Он почему-то всегда читал Сколько раз ему не говорили, брат, ну здесь не так написано А он почему-то читал «И так будьте совершенны, как совершен Отец ваш Небесный» Одна буква всего-навсего И как меняется представление от Бога Совершенство Господне Величие Господне, непревзойденное Это слово «совершенно» А слово «совершенно» это то, что сотворили Кстати, буква «ё» появилась только всего-навсего три века тому назад в русском языке Это для тех, кто не знает И я задал эти вопросы Два вопроса я задал в прошлом моей проповеди Это один вопрос Кто где встречал в Библии буквы «ё» Я не знаю, как братья нашли, но нашли Буквы «ё» вот с двумя точками Именно вот с двумя точками сверху К стыду моему я не находил этого Сколько раз почитал Библию, но я не находил А вот братья нашли, не знаю как Или при помощи компьютера Или специально сидели и искали эту букву «ё» Но нашли Ну вот второй вопрос Кто и когда смирил? Или кем был смирён? Христос, если он был смирён, а не смирен Смиренный человек Смиренный человек, друзья мои Это свободный человек, у которого в характере смирение Это смиренный человек Смирённый человек Это раб, закованный в цепи Может быть, закона, может быть, культурные Может быть, национальные Может быть, семейные традиции Бывают закованные религиозные учения Это смирённый человек Для подтверждения или проверки этого слова Я не хочу сегодня брать словари Я хочу взять Библию Используем её Потому что мы хотим знать библейский смысл слова «смирение» Смирен Кто-то скажет Какая разница, как прочитал? Главное, чтобы правильно понимал Но дело в том, что и читаем порой неправильно И понимаем порой неправильно Давайте откроем, у кого есть Библия Книга Судей, 19 глава с 24 стиха И пока вы открываете, я коротко расскажу эту страшнейшую историю Расскажу предысторию этого события В город Гива Вениаминова Пришёл странник с женщиной Правда, она ему ещё не была женой Он только вёл, чтобы она стала его женой Настала ночь И этих странников пригласил переночевать старик У которого была дочь Это трагичная история Потому что то, что хотели сделать жители этого города С этим странником ужасно Ужасно, друзья Но хозяин-старик спрятал этого странника И предложил этим негодным людям Которые приступили к его дому Он предложил вот такую сделку Послушайте, это страшные слова Вот у меня дочь девица И у него наложница Выведу я их Смирите их И делайте с ними что вам угодно А с человеком, с ним Не делайте этого беззакония Я думаю, вы поняли смысл слова Смирите Нетрудно представить Были смиренны эти две женщины Или смирённы Понимаете смысл, да? Неужели смирение может быть иметь такие формы? Те, кто читает Библию, знают эту историю Можете дома прочитать её Я даже мысли не могу допустить Чтобы поставить евангельский смысл смирения Вот этим смирением Я не верю, что Бог сегодня В новозаветнее время Кого-то насильно смиряет Чтобы заставить кого-то ему служить Права народная пословица Ни вольник не есть богомольник Я не собираюсь преподавать сегодня русский язык Для меня это имеет второстепенное значение Да я и сам его плохо знаю Мне важно, чтобы мы увидели Евангельский смысл слова Смирен сердцем Есть такая рубашка Её называют смирительной Её надевают на душевно больного человека Буйного человека Она не устраняет причины болезни И не излечивает человека А только ограничивает его в движении Потому что, чтобы этот человек Не причинил ни себе вреда Ни окружающим И человек в этой рубашке Не свободен вдвойне Она имеет такое Кто не знаком Эта рубашка одевается так Что рукава очень длинная И руки попадают в рукава И вот так вот связывают человека И завязывают рукава сзади Она не устраняет причины болезни Не лечит И вот этот человек В смирительной рубашке Не свободен вдвойне Внутренне Этот человек Раб своих грехов Они мучают его А внешне Он находится под смирительным гнётом Запретов, законов Но скажите, этот человек Смирен или смирён? Рубашка его смирили Он смирён Вот в этой рубашке Задача церкви И всех христиан Сегодня Помогать людям Расти духовно Помогать Исцелять души От внутренней болезни Чтобы люди Находили покой Душе Если душа Не нашла покой Не исцелилась Её можно Заковать в цепи Её можно Поселить в каменные пещеры Близ Гадаринского озера Но при первой же возможности Вот этот смирённый Разорвёт цепи И тогда окружающие Придут в ужас От такого смирённого Понаблюдайте Не происходит ли это Сегодня В наших церквях Вот чём суть Как только Приоткрывается Клетка закона У смиряющего Тиг У смиряющего Тигра Он немедленно Воспользуется Этой свободой Немедленно Человек По своей природе Бунтарь Хищник Посаженный В рамки закона И будьте уверены Как только Приоткроется дверь Нельзя Нельзя Вы увидите Тигра Он вырвется Наружу Из клетки Потому что Он был смирён Но не был смиренным Но рождённому От Бога Свыше От Господа Рождённому Человеку Уберите все Законы Уберите все Ограничения Какая бы Не была Свобода Разрешите Ему делать Всё Что он хочет Но этот Смиренный Человек Он будет Делать Дела Смирения Потому что Рождён Свыше От того Кто сказал Я смирен Сердцем Потому что В сердце У него Смирение Почему это Важно Понимать И различать Я хочу Ещё раз Заметить Смирительная Рубашка Болезнь Не лечит Друзья мои Не лечит И в итоге Человек На которого Одели Смирительную Рубашку Попадает Ещё Более Трудное Положение Изнутри Болезнь Беспокоит Грех Беспокоит А снаружи Рубашка Усмиряет И мучается Человек В два раза Больше А то Может Больше И больше Если ты Смирён В тебе Постоянно Будет Проявляться Желание Освободиться От этой Рубашки Удерживающий Тебя В рамках Того Или Другого Закона В котором Тебя Заставили Жить Будь то Это Государственный Закон Или Может Быть Это Закон На твоей Работе Где Нужно Приходить Строго По Времени А ты Всё Время Опаздываешь Или Может Быть Это Закон Дорожного Движения Где Стоит Знак 50 А у Тебя Так Хочется Ехать 75 И 80 Вот Это Внутреннее Желание Освободиться Это Несмиренное Сердце Друзья Мои Это Свойство Твоего Характера Оно Несмиренное Несмиренное Сердце И Самое Главное Что Твое Благочестие Если Сердце Несмиренное Перед Господом Нерожденное Свыше Оно Пустое Благочестие О чем Мы с вами Уже Много Говорили И Самое Главное Что Внутри У тебя Нет Рождение Свыше Нет Рождение Свыше Скажите Кому Господь Дает Благодать Помните Текст Из Библии Бог Гордым Противится А кому Дает Благодать Смиренным Дает Благодать Друзья Мои Без Смирения Невозможно Попасть В Небо Потому Что Бог Станет Против Потому Что Господь Противится Гордым А Смиренным Дает Благодать А мы Чего Хотим Мы хотим благодати. Апостол Павел начинает и заканчивает свои послания. Благодать Господа Иисуса Христа со всеми вами. Благодатью Он желает, и благодатью мы попадем на небо. А если мы не смирились? А если наше сердце не смиренное? Бог стоит против нас. Давайте вспомним Ветхий Завет. Скажите, на чем был записан закон? На скрижалях каменных, правильно? На скрижалях каменных. А евреи были свободны или подзаконны? На скрижалях каменных закон был записан снаружи. И евреи были подзаконны, не свободны. И сколько их закон не смирял? Сколько не стремились вожди, чтобы смирился этот народ, им все время хотелось, то мясо, то поклонение другим богам, то еще куда-то пойти. Апостол Павел пишет к римлянам, 8 глава, 22 стих. Потому что закон духа жизни во Христе освободил меня, освободил меня от закона греха и смерти. Говоря простыми словами, Христос исцеляет души, дух человека делает ненужной смирительную рубашку закона, потому что закон Нового Завета записан где? Закон Нового Завета записан в сердце. Друзья мои, в сердце. Так что, закон не нужен? Давайте выкинем его, и не нужен нам вообще закон? Нужен. Но закон не смирительной рубашки для христиан, а закон записанный в сердце. Вот как записано в книге пророка Иеремии, 31-33. Иеремии 31-33. Говорит Господь, вложу закон, куда? Во внутренности их, и на сердцах их напишу его. Скажите, Христос как смирен? Как мы читали с вами? Смирен с сердцем. Он хочет, чтобы каждый христианин был смирен не с вилительной рубашкой, а смирен с сердцем. И на сердцах их напишу его, и буду им Богом, и они будут моим народом. Но замечайте, что вот дальше написано. И уже не будут учить друг друга, брат брата, и говорить, познай Господа. Почему? Почему не надо? Потому что все сами будут знать меня от малого до большого. Христианство, вы слышите? Записанное в сердце, вот это самое главное в нашей жизни. Христианство отличается от всех религий, знаете чем? Свободой. Свободой отличается. Если нет свободы, это не христианство, друзья мои, это старая еврейская религия, иудаизм плюс Христос. Плюс, просто как прибавка. Это старая еврейская религия. Знаете, что еще интересно? Что человек, на которого одели смирительную рубашку, не может делать не только плохое, но и хорошее. Потому что у него руки связаны. Поразмышляйте об этом на досуге. Мало этого, еще больше скажу, что человек, на которого одели смирительную рубашку, не только сам ничего не делает, он еще, знаете, требует постоянного наблюдения, ухода, контроля. А это значит, что нужен еще один человек, а может быть и больше, который бы осуществляли бы уход за этим человеком. Или контроль. Усмиренные люди, люди в смирительных рубашках, это люди, которые не только ничего не могут делать из-за связанных рук, но и требуют, чтобы другие заботились о них. Тем самым связанными оказываются не только эти больные люди, а и те, которые рядом с ними. И получаются еще люди, привязанные к этим. Вот почему среди современных христиан так много бездеятельных, нет, друзья мои, не ленивых, не ленивых. Порой это талантливые бизнесмены, трудолюбивые, но именно бездеятельные христиан, потому что смиренные. То есть связаны с законом. И еще скажу, у них по трудолюбию будет во всем достаток. Будет во всем достаток. Но благодати Господней не будет. Бог гордым противится, а смиренным дает благодать. Можете ли вы представить, что у тех, которые в смирительной рубашке, благодать? Они связаны, они мучаются. Только у свободной благодать, друзья мои. Евангелие Иоанна, 8 глава, 32 стих написано. И познаете истину, и истина что сделает? Сделает вас свободными. Поймите, я не рассказываю вам сегодня о жизни больниц, но я на примере из жизни хочу приоткрыть маленькую дверь или окно на то, что родилось в светлых обителях неба и пришло к нам, к людям. Евангелие называет его благочестие. Я могу только сказать вот что. Христос никого не усмиряет, как и не заставляет никого быть благочестивым. Он просто предлагает и говорит, как это прекрасно. Он предлагает нам упражняться в смирении, кротости, терпении и благочестии тоже. И дает при этом полнейшую свободу. Выбор дает. А Дух Святой становится главным помощником в этом духовном упражнении. Поверьте, друзья, Христос освобождает, а не порабощает. Только в истинной свободе человек может проявить смирение. Только в истинной свободе человек может быть терпеливым и благочестивым. Иначе это будет притворное благочестие. И человек будет иметь вид, вид связанный в смирительной рубашке. А на самом деле, может быть, это даже волк или волчонок в овечьей шкуре. А написано, что волк стада щадить не будет. Почитайте на досуге, как Христос назвал волками, кого Христос назвал волками в овечьей шкуре. Конечно же, сравните со словом апостола Павла на эту же тему. Помните, один из них молится, придя в храм. Боже, благодарю Тебя, что я не таков, как прочие люди, грабители, обидчики, прелюбодеи. Или вот как вот этот мытарь. Пощусь два раза в неделю, даю десятую часть из всего, что приобретаю. Никакой смиренный человек, кажется. Но как знать, не его ли голос чуть-чуть позже, несколько дней, может быть, позже, звучал вскоре на тайном собрании священников, фарисеев и книжников, где они согласились предать Иисуса Христа. Позвольте, если с вами прочитать книгу-притч, 29 глава, 18 стих. И девятнадцатый. Без откровения свыше народ не обуздан. Без откровения свыше народ не обуздан. Что хочешь, делай. Хоть плетью бей его. Хоть пряник им корми, а он не обуздан. А соблюдающий закон блажен. Словами не научится раб. Не научится раб. Как хочешь его, бей, корми. Словами не научится раб. Потому что он понимает их, но не слушает. Это не мои слова, это из Библии. Вот оказывается как. Раб, именно раб под законы не научится словами, законам. Это Библия говорит. Потому что, хотя он и понимает их, но не слушается. Подзаконными были евреи и постоянно нарушали закон. Как права Библия. Без откровения свыше народ не обуздан. Но благодарение Господу, что пришло время, пришло откровение свыше для тебя и для меня. И мы стали смиренными перед Господом. Мы стали обузданными. Павел пишет, и беспрекословно великое благочестие тайна. Бог явился во плоти, проповедан народах, принят верою в мирис и стал народ обузданный, смиренный. И не нужно уже учить друг друга, брат брата, познайте Господа, ибо в сердцах записан закон. В сердцах закон Божьей благодати, закон свободы, закон любви, закон смирения. Я покажу вам еще что-то интересное. В Новом Завете вы встретите 28 раз слово благочестие. И только 4 раза вы встретите слово благочестие в Ветхом Завете. Несмотря на то, что Ветхий Завет в 3 раза больше по объему Нового Завета. И вот еще что. В этих 4 текстах Ветхого Завета одно пророчество о Христе, второе об отсутствии благочестия, третий и четвертый текст говорят о жилище благочестивых, что Бог благословляет, и мужи благочестивые восхищаются от земли. И все. Нет призыва быть благочестивым, упражняться в благочестии. Почему Ветхий Завет не призывает быть благочестивыми? А на страницах Нового Завета вы встретите это 28 раз. Ответ прост. При законе не может существовать благочестие. Закон требует зуб за зуб, а учение о благочестии учит. Говорю тебе прощая 490, ну я так говорю, умножая. Больше, говорит Христос. 490 раз прощай в день. Или если кто принудит тебя идти одно поприще, иди с ним два. Это закон благодати. Это благочестие Нового Завета. Закон требовал побить женщину камнями, а тайна благочестия говорит, женщина, я не осуждаю тебя, иди и впредь не греши. Закон и благочестие несовместимы. Или закон, или благочестие. Вот почему я вместе с Павлом сегодня утверждаю, что учение о благочестии сегодня забытое учение. Потому что сегодня в наши ряды больше всего пришел закон. Вот как писал об этом апостол Павел. Слушайте, Колоссянам, 2 глава, 23 стих. Итак, если вы со Христом умерли для стихии мира, то для чего вы? Для чего вы, как живущие в мире, держитесь постановлений? Не прикасайся, не вкушай, не дотрагивайся. Это имеет вид только мудрости в самовольном служении. Это имеет вид благочестия. Помните, мы с вами читали, кто учит иному, и не следует здравым словам Господа нашего Иисуса Христа и учению о благочестии, тот горд и ничего не знает. Когда я сам себе поставил какое-то ограничение, когда я сам себе сказал, не одевайся, не пей, не ешь, и я это выполняю, знаете, что происходит в сердце? Гордость появляется. Я делаю это. Я благочестив. Я даю десятину. Не так, как вот этот, вот тот, который вот там стоит, указывая на грешника мытаря. Я просто-напросто, ну, подпрыгнул и перескочил в планочку, которая установлена мною же. Вот только высота очень и очень низкая. И ее так легко перепрыгнуть. И перепрыгнув, я начинаю гордиться, а Бог гордым противится, друзья мои. Подходя к заключению моей проповеди, позвольте мне коснуться вот еще какой сферы нашей жизни. Я часто слышу в последнее время о наказании, что Бог наказывает, что родители должны наказывать. Я хочу вот коснуться вот именно вот этой темы. Дорогие родители, не налагайте узду закона на ваших детей, а воспитывайте, заметьте, я не говорю, что оставьте их и не говорите им ничего. Не налагайте узду закона, а воспитывайте смирение в характере ваших детей, потому что как только они окрепнут, почувствуют, что чуть-чуть свободны, они скинут то, что вы на них наложили, они моментально все это отбросят, и вы тогда увидите страшного зверя. Но если вы воспитаете в характере детей ваших смирение, пройдет время, может быть, вас уже не будет, а ваши дети будут жить в чистоте и смирении. Говорят, раньше дети спрашивали у родителей, можно это или нельзя? Затем спрашивали, прошло время, затем дети спрашивали, а почему нельзя? А сегодня дети спрашивают, а где написано? А где написано, что так нельзя? И скажу вам, они правы. Они правы, потому что часто родители подрывают свой авторитет и своим строгим нет, нельзя, накладывают узду закона. Друзья мои, без откровения свыше народ что? Не обуздан. Без откровения свыше народ не обуздан. Вот что нам сегодня надо. Дайте детям прикоснуться к откровению свыше. А если у меня его нету? Если я не прикасаюсь к откровению свыше, к Слову Божию, чему я научу моих детей? Давайте будем нашим детям объяснять, где написано и что написано. А Слово Божье будет наших детей учить смирению. Не просто сказать нельзя, не одевай, не пей, не бери, не ходи нашей родительской властью. Знаете, у одних эта власть заканчивается в 20-летие сына или дочери, других 18, у третьих 16, а некоторых даже с 6-летним уже справиться не могут. Я наблюдаю эти картины. Я думаю, вы тоже. Как нужно сегодня всем нам откровение свыше. Это учение благочестия, потому что в нем все даровано для нашей жизни. Все даровано. Вы читали об этом в Евангелии? Я думаю, мы читали, мы вместе с вами читали. Благочестия под законом не бывает. Это уже не благочестие. Это элементарное исполнение закона. Это простая смирительная рубашка. Почему Христос освободил нас от закона? Он снял нас. Он снял с нас вот эту рубашку, потому что он предложил лечение от этой болезни. Он предложил измененное сердце. Как тяжело делать то, что ты не любишь. Как тяжело делать то, что родители говорят, нельзя, 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 и только потому, что родители сказали, нельзя ты не делаешь. А вот когда ты полюбишь, когда ты родишься свыше, тогда тебе закон этот будет записан в сердце твоем. ты будешь любить делать дела смирения, милосердия. Христос снимает все эти не, 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 и дает новое сердце, исцеленное, в котором закон Божий записан как генетический код. И вы хотите это делать? Сколько бывших алкоголиков, рожденных свыше, смотрят сегодня с презрением на водку, на алкоголь? Сколько бывших наркоманов сегодня смотрят с презрением на наркотик? Сколько бывших любителей табака сегодня отвергают это и считают это нечистотою? Христово прикосновение сделало эти сердца смиренными перед ним, и они любят Господа больше, и не хотят больше подвергать себя игу рабства. Однажды на рынок, где продавали рабов, пришел человек. видно было, что он хочет купить раба. Было это здесь, в Америке, еще в то время, когда было рабовладельческое время, и он ходил между рядами, и вот наконец он остановился у стройного, сильного, чернокожего мужчины. Обратившись к продавцу, он сказал просто, я беру вот этого. Но когда новый господин подошел, чтобы вот к этому рабу, этот раб, плюнул ему в лицо и сказал, что он ненавидит рабство и рабом никогда никому не будет. Этот господин достал платок, вытерся и, обратившись к закованному в цепи рабу, спокойно сказал, я могу тебя убить, я могу тебя выпороть, могу в яму посадить, изгноить тебя там. Ты моя собственность, и я что хочу, то сделаю. Ты по закону, ты по закону, моя вещь, но я освобождаю тебя, ты свободен. Взял в руки цепь, открыл замок, освободил раба от цепей и еще раз повторил, ты свободен. Повернулся и пошел дальше. Чернокожий человек не мог поверить, что же с ним произошло. Он прекрасно понимал, что в стране, где все чернокожие рабы, он понимал это. И для него не может быть свободы, потому что как только он выйдет за пределы этого рынка, его тут же схватят и снова закуют в цепи. Он побежал за этим господином, догнал его, пал перед ним на колени и стал умолять взять его в себе. Он говорил, что он будет добросовестным работником. И он стал им, потому что хозяин взял его в себе. По закону раб должен был наказан быть за такое кощунство против хозяина. Но хозяин отверг закон. Он вправе был это сделать. И избрал благочестие и оказал благую недостойную. Этот раб не был достоин этой чести, недостоин был этой свободы, но он оказал эту честь рабу. Поймите меня, я не говорю, что детей сегодня надо ограничивать, останавливать, но я говорю о том, что прежде чем сказать сыну и дочери «нет, нельзя», проявите к ним благочестие. Объясните им, может быть, в десятый или сотый раз, почему нельзя. Помните еще, что русское слово «наказывать», наказать детей имеет корень и происхождение ни от слова «бить» или «пороть», или «в цепи заковать», оно образовано от корня «казать», «говорить», «указ», «приказ», «заказ», «показ», «показывать», помните, материнский наказ, родительский наказ, то есть передать, научить, наказать чему-либо. Думаю, прочитайте эти тексты Священного Писания, где употреблено это слово, и давайте поймем, как Бог наказывает. Нет, друзья мои, не бьет, нет, друзья мои, не усмиряет, а учит, учит, передает. Слушайте, «я не понимал бы и пожелания, если бы закон не говорил «не пожелай». Но грех взял повод от заповеди, произвел во мне всякое пожелание, ибо без закона грех мертв. И так я нахожу закон, что когда хочу делать доброе, прилежит мне злое. Ну вот, что дальше Павел пишет. Слушайте, то, что дальше Павел пишет, это очень важно. Но по внутреннему человеку нахожу что? Удовольствие в чем? В законе Божьем, друзья мои, то, что снаружи на человека одевается. Ох, как неприятно! А когда внутри это удовольствие. Вот оказывается, как. Еще две минуты я покажу вам, я закончу мою проповедь, но за эти две минуты я покажу вам смиренного человека пред Господом. Это библейская история. Это образ рожденных свыше, знающих не понаслышке, а на личном опыте учения о благодати и практикующие и упражняющиеся в нем. Это два человека, ночь, прибитые, закованные кандалы, израненные, избитые, посаженные безвинно в тюрьму. И знаете, что они делают? Поют, друзья мои, поют, поют, прославляют Господа. И вдруг землетрясение, стены шатаются, открылись двери темницы, свобода. Бежим! Но два великих Христовых ученика остаются на месте. В дверях появляется стражник, тот, который заведовал этой тюрьмой. И говорит, что все разбежались и хочет себя убить. Знаете, кто разбежались бы? Смиренные. Смиренные. Тех, кого смирили, смиренные разбежались бы, потому что рабы. И где-нибудь из темноты, видя вот это мучение этого человека, хихикнули. Так тебе и надо, палач несчастный. А смиренные в характере, знаете, что делают? Не делай себе никакого зла, потому что мы все здесь. Знаете, как называется этот поступок? Это действие благочестия. Друзья мои, это действие смирения. Оказывание чести тому, кто ее никак не заслужил. Так о чем была моя проповедь? Немножко длинная, но я хотел как можно больше рассказать об этом. Мы с вами говорили о чести, о смирении, о правильных словах. Все это прекрасные грани одного небесного алмаза под названием благочестие, красоту которого, если мы хотим, мы можем созерцать долго, долго и очень долго. И да благословит нас Господь, чтобы мы упражнялись в благочестии. А Ему слава за все. Аминь. Аминь.